Музыка Стартовал городской фестиваль молодых педагогических работников школ Магадана «Открой себя». Цель – развитие профессиональной активности и гражданской инициативы преподавателей. Посвящен фестиваль памяти заслуженного учителя РФ, почетного гражданина областного центра Вере Гоголевой. Программа насыщенная. Например, Михаил Гуров, победитель всероссийского конкурса «Учитель года 2020», проведет мастер-классы и прочтет лекции. Хочу провести несколько мастер-классов, как межпредметных для всех учителей, так и сугубо предметных, именно для математиков. И, конечно, хочу поделиться своим опытом, своими наработками со всеми коллегами из Магаданской области. Ну и хотелось бы, конечно, чего-то интересное перенять и у коллег из Магадана. И я знаю, что у вас очень много классных, интересных, достойных педагогов. Хотелось бы с ними познакомиться. Телемост с Академией Министерства просвещения. Презентации и даже интеллектуальную игру провели в рамках фестиваля. В нем примут участие около 80 молодых учителей, а также преподаватели-наставники, классные руководители. Ведущие фестиваля провели мини-интервью с представителями династии Гоголевых, а также с первыми лицами города. Скажите, пожалуйста, а для вас комсомольское прошлое – это приятные воспоминания? Ну, первое, что я хочу сказать, что вот ваша короткая фотопрезентация вот заживую взяла, потому что первая магаданская школа, она же и была когда-то частью 17-й школы. Я в ней начинал учиться до 1967 года, пока не построили сегодняшний английский гимназий. Конечно, комсомольское время – это очень интересное время, оно всем, кто прошел через это, дало очень многое. Вчера в малом зале мэрии областного центра состояла встреча представителей магаданского малого бизнеса с консультантом отдела лицензирования розничной продажи алкогольной продукции правительства Магаданской области Михаилом Лихолобовым. Именно этот чиновник регулярно выступает законопроектами, запрещающими или кардинально ограничивающими розничную торговлю алкоголем в регионе. Последний раз его инициативу бурно обсуждали в Магадане в январе этого года. Тогда малый бизнес, общественность и муниципальные власти выступили против принятия драконовских мер в условии пандемии, так как это грозит потерей налоговых поступлений в местный бюджет, ликвидацией рабочих мест и ростом безработицы, банкротством магазинов, шаговой доступности. И вот очередная попытка. Техническим исполнителем, реализатором, инициативу губернатора Магаданской области, которая касается введения ограничительных мер в отношении рочной продажи алкогольной продукции, в том числе и в отношении объектов общественного питания. Как вы знаете, ситуация у нас в Магаданской области в целом, ну, назвать ее, скажем так, нейтрально невозможно, она плохая. По уровню потребления алкоголя. Наши показатели находятся в самом конце списка, который ведется «Трезвая Россия», это общественный проект, его руководитель Султан Четанович Канзаев, каждый год он публикует рейтинг трезвости, и поэтому рейтингу мы второй год подряд занимаем 81-е место. То есть это все очень плохо. И в реальности наши цифры, которые касаются потребления алкоголя, они двигаются по другую сторону. Наша динамика лыхает. В общем, новых аргументов, обосновывающих, почему нужно давить на розничный бизнес на Колыме и закручивать гайки, областной чиновник, собравшимся, не сообщил. Представители же предпринимательского сообщества привели немало важной и интересной статистики, опровергающей и рисуемую некоторыми картинку спивающейся Колымы. Людей вы оставляете 138-267, а выпитые вы ставите приезжими всеми, улусами, чукоткой. Чукотка у нас закупается в месяц по 3 миллионам. То, что проходит, скажем так, транзитом, у нас не учитывается, у нас чисто розничный транзит. Да, у нас розницу чукотка покупает на 3 миллиона рублей в деньги и улетает с этим алкоголем в месяц на чукотку. Нет, я еще раз говорю, у нас учитывается только то, что здесь продается в магазине. Что там, что идет в магазине? В магазине, в алкогольной розничной точке у них нет лицензии, и они торгуют вот так вот из-под полы. Они у нас покупают на 3 миллиона в нашей розничной торговой точке и улетают на чукотку. Я согласен, есть и держка. По представленным открытым сведениям, преступлений в состоянии алкогольного опьянения совершается около 40% от общего количества. В Магаданской области 29%. В целом по России 38%. Наиболее суровые ограничительные меры по торговле алкоголем приняты в соседней Якутии. Там торгуют этой продукцией всего 6 часов в день. При этом в состоянии алкогольного опьянения совершается около половины от всех преступлений. Но самым важным аргументом против, прозвучавшим на встрече, стало отсутствие каких-либо данных у инициатора запретов и ограничений об эффективности или неэффективности аналогичных мер, принятых в других регионах. Получается, что чиновник Михаил Лихолобов предлагает над калымчанами поэкспериментировать. С точки зрения, если смотреть по оценке, естественно, я как предприниматель и как лидер общественного движения против, потому что не учтены все интересы предпринимательского сообщества. Закон, на мой взгляд, необходимо дорабатывать. То, что предпринимательское сообщество в целом против, мы это все видим на этом коррекционном совете. Ну, я думаю, будут сделаны определенные выводы и все-таки закон доработан до идеального состояния. Второй момент, который я хотел бы тоже озвучить, ну, то есть тут напрямую данным законопроектом будут под вопрос вообще дальнейшее развитие каких-то, как обычных сетей, так и мелких сетей, которые в свою очередь захотят приобрести тот или иной магазин для того, чтобы развить свою сеть, продолжить какое-то движение. В Магадане продолжают прокладывать минерализованные полосы, искусственно созданные участки на поверхности земли, очищенные от горючих материалов. В прошлом году поселок включили в список населенных пунктов, которые подвержены опасности лесных пожаров. Поэтому требования по противопожарной безопасности особые. Для того, чтобы сберечь людей и их имущество, работы продолжаются, несмотря на то, что опасный сезон закрыт. Вот они продолжаются вплоть до весны. Планируем полностью все это, везде периметр, как на поселке Сокол, так же и поселке Уктар. Это все зачистить. То есть мы видим здесь, что продолжается работа и делаем ширину не менее 10 метров. Ну, опять же, у нас есть и предписание Главного управления МЧС России по Магаданской области. Ну и, соответственно, и у нас это входит в обязанности. И все это мы сейчас зачищаем и делаем вдоль всего этого периметра минеральные полосы, минерализованные. Специалисты делают такие полосы каждый год. Сложности возникли с Уктаром, поскольку там болотистая местность. После наступления стойких морозов сотрудники служб смогут с помощью бульдозера расширить минерализованную полосу. Благодаря такой вынужденной вырубке сланника у работников лесхоза есть материал для елок перед Новым годом. Основная задача учреждения – сделать общегородские зеленые красавицы. Елку нужно установить в микрорайонах, а также и в садиках и школах. Оставшиеся отправятся в дома горожан. Также утверждают эксперты – работать будут и частные компании. В принципе, я не вижу никакой катастрофы экологической. Тем более, если люди непосредственно рубят, допустим, сланик на елке. Им же не надо рубить, они не будут сами рубить все подряд. Это нам приходится очищать все подряд, потому что нам нужен участок, по которому положить минерал полосу. Мы же не можем его по лесу положить. А они там, по правилам, насколько я знаю, 25% с куста берут. И там, значит, трясина с рубки небольшая. И они сами, как бы, получается, что это, сразу можно сказать, если это как бы рубка обновления с какой-то стороны. Потому что они же не вырубают. Они что-то вырубили, допустим, верхний побег, боковые пошли. Они обновляются. Минерализованные полосы – хорошая профилактика пожаров, утверждают эксперты. Работы на протяжении лета выполняла организация «Комбинат зелёного хозяйства». Напомним, в прошлом году «Сокол» включили в список населённых пунктов, которые подвержены опасности лесных пожаров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова